Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня мы встречаемся с удивительным пианистом, которого я очень люблю и ценю. Это человек, который фактически и в принципе знает все. Он знает всю музыку, он разбирается в компьютерах, он знает языки. Я бы тебя назвал, Сережа, энциклопедистом. Итак, товарищи, мы встречаемся с вами с Сергеем Кузнецовым. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Сережа. Раз уж я начал тебя хвалить, то я это дело продолжу. Дело в том, что ты помимо всех вот этих названных качеств, как прекрасный пианист, как замечательный энциклопедист, который знает все, ты к тому же еще являешься величайшим дипломатом. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Помнишь, когда мы с тобой впервые познакомились, лет 15, на программе класса, ты был модератором в разделе «Краспетлянный»? Было такое, да. У нас там были трававые жестокие драки. Мы рассуждали о Скрябине, мы рассуждали, еще помнишь, был «Жив предлогов» о 12-м этюде «Скрябина». И мы там дошли до таких драк, ну просто какой-то был кошмар. А ты, будучи модератором, ты как-то так вот спокойно приходил и как-то, знаешь, вот как вот разодравшихся детишек брал за шкирку по сторонам и как-то все становилось в свои места. Мне кажется, ты человек, который ни разу в жизни ни с кем не поссорился. Я правильно говорю или нет? Ну, наверное, нет. Наверное, мы можем что-то вспомнить. Я продолжу. Вот по этому поводу у меня будет к тебе первый вопрос. Скажи, пожалуйста, Сережа, у тебя вообще есть враги в жизни? Возможно, наверное. Я не имею в виду классовые враги. Вот те, которые империалисты, капиталисты, эксплуататоры рабочего труда, которые, знаешь, я имею в виду вот такие в жизни. Мне кажется, у тебя нет таких. Знаешь почему? Потому что ты обладаешь ценным качеством. Ты умеешь отстоять свое мнение. Вот, допустим, в спорах. Это вот я замечаю по твоим постам. Это я замечаю вообще по твоему разговору. Но при этом не унизив собеседника. Вот это ценнейшее качество, которое очень редко встречается вообще в наше время. Потому что обычно, знаешь, когда начинаются разгораться страсти, люди начинают закипать, они теряют и выходят из берегов, начинают друг другу поливать грязью, хамить. А вот у тебя как-то это все проходит настолько культурно, настолько все интеллигенты, что это величайшее качество. Спасибо большое. Я тебя знаю, вот лет 15, мне всегда с тобой приятно очень общаться. В полном восхищении от того, как ты играешь. И я вот тебе скажу это прямо. Мне очень нравится слушать твои записи. Ты их периодически выставляешь в YouTube, записываешь каждый год концерты, по-моему, в малом зале, да, если я не ошибаюсь? Обычно да. Выписываешь, ну, что-то там, ты практически все играешь. Ты играешь Шуберта, Бетховена. Вот, например, последняя была запись сонаты «Апассионата». Ну, ты знаешь, я просто был, ну, в полном восхищении. Это было настолько здорово. Это было безукоризненно точно сыграно. И по своему стилю ты мне очень напоминаешь, знаешь, кого? По такой же гармоничной игре. Напоминаешь, Катя Мечетина. Она точно так же играет, очень гармонично, очень так все точно, очень все объективно, правильно. И вот твоя последняя «Апассионата», она меня настолько восхитила. Понимаешь, вот я так вот подумаю, это было идеально сыграно во всех отношениях. Вот я бы, наверное, мечтал, чтобы так вот сыграть. Вот твой последний интеграл, мне кажется, это интеграл из шубертовских сонат. Это уникальное явление, не имеющее, по-моему, аналогов в мире. Мы перед этим говорили, знаешь, с Петром Лаулом, который сыграл 32 соната Бетховена. Но он не является первым, еще были до него претенденты. Но он повторял, причем ты сыграл здорово. Понимаешь, но то, что сделал ты, сыграв цикл из всех шубертовских сонат, мне кажется, это никто не делал в мире ни разу. Скажи, пожалуйста, как ты к этому пришел? И вообще, у меня к тебе, знаешь, какая просьба? Вот такая чистая человечка. Вот научи мне, пожалуйста, любить шуберта. Понимать вот так, как это делаешь ты. Вы знаете, как сказать-то? Ну, с шубертом я начал знакомиться еще до своего рождения, потому что моя мама, ожидая моего рождения, она музыкант, пианист, профессор консерватории московской, она записывала бы дурную сонату шуберта, последнюю сонату. Так что в каком-то смысле мне уже некуда было деться. Я уже с шубертом был познакомлен до рождения. И он действительно относится к моим, наверное, двум любимым композиторам Шуберту и Брам. Вот Шуберт и Брамс, наверное, самые мои любимые композиторы. Как их любить? Вы знаете, когда-то вот я пришел к такому ощущению, что вот музыка Шуберта – это не то, что можно объяснить и вот понять рационально. Ну, так мне, по крайней мере, в какой-то момент показалось. Мне кажется, что с музыкой Шуберта надо просто долго-долго стоять рядом с ней и взаимодействовать, разумеется, с ней. Играть или слушать, или думать о ней хотя бы. И вот какое-то излучение, которое от нее идет. Это я, конечно, сейчас ухожу в парапсихологию, но мне это как-то помогает объяснить воздействие Шуберта. Вот какое-то излучение, какое-то почти магическое воздействие музыки Шуберта, которое впитывается в тебя, когда ты просто стоишь рядом. Оно в какой-то момент воздействует на тебя. Знаете, мне рассказывали, есть такой композитор Сильвестров украинский, советский, украинский, очень хороший, еще ныне живой. Вот он когда-то, как мне рассказывали, он говорил только о своей музыке, что его музыка – это татуировка, которая со временем проступает на твоей коже. То есть он, Сильвестров имел в виду, что его музыка не сразу доходит до слушателей или даже до исполнителей, и постепенно с годами она обрастает осмысленностью. В каком-то смысле музыка Шуберта, мне тоже кажется, такой воздействующий косвенно, не напрямую. Ну, может быть, если рационализировать, то, может быть, я мог бы сказать, что в отличие от музыки большинства других лучших композиторов, когда музыка очень часто представляет собой какой-то рассказ, сейчас я скажу очень умное слово, нарратив, какое-то повествование от точки А к точке П, музыка Шуберта, ну, очень часто, не всегда, но часто представляет собой состояние, то есть не повествование, а пребывание в каком-то состоянии, в какой-то сфере, в каком-то своем мире. Но на самом деле там, конечно, есть повествование тоже, но оно не так заметно. И вот, мне кажется, если пытаться ощущать музыку Шуберта не как рассказ, занудный, какой-то непонятный рассказ, где ничего не происходит, а именно как состояние, то вроде все стоит на свои места, и эта музыка перестает казаться скучной, затянутой, занудной, и она становится интересной. Вот, и Шуберта я начал играть еще, когда учился в Несенской десятилетке в школе, два скерца сыграл когда-то, потом доминорную сонату, и постепенно то что-то, какую-то фантазию играл, то сонату какую-то играл, и к 2016 году у меня уже накопилось, кажется, в репертуаре семь сонат Шуберта, плюс фантазийский трейлер, плюс еще какие-то пьесы. И когда я думал, а что бы теперь мне взять, поучить, поиграть на будущий сезон, я подумал, почему бы не сыграть, наконец, все сонаты Шуберта. Я давно знал, сколько их сонат, я давно знал, ну, какие они, и что собой представляете. Уточни, пожалуйста, сколько вообще сонат, потому что я до сих пор... Сколько их в итоге? Вот скажи, чтобы все люди знали. Ну, смотрите, в двух словах не могу объяснить. Могу сказать так, что у Шуберта есть 11 сонат, которые им самим завершены, и которые, вот, невозможно не посчитать. Таких сонат 11, и их более-менее сравнительно часто играют, или, по крайней мере, знают хотя бы музыканты. Кроме этого, есть еще, по меньшей мере, 10 произведений, которые известны как сонаты Шуберта, которые в той или иной степени не окончены, или у них отсутствует какая-нибудь часть, или часть какая-нибудь брошена и не дописана до конца. Таких сонат 10, правда, насчет одной... вернее так. Одна из этих сонат является вариантом другой из этих сонат. Вернее так, скажем, среди оконченных сонат Шуберта есть две сонаты, которые являются почти что копией друг друга. Только одна написана в рыбе-моль-мажоре, а другая в ми-бе-моль-мажоре. При этом рыбе-моль-мажорный сонат состоит из трех частей, а ми-бе-моль-мажорный из четырех. Но фактически ми-бе-моль-мажорный – это более поздний вариант рыбе-моль-мажорный, который добавлен еще до сочинена одна часть. Поэтому можно сказать, что их не 11, а 10 с половиной. А с другой стороны, среди неоконченных сонат можно еще назвать, хотя я тоже считаю, что это оконченный, есть такая так называемая пятичастная ми-моль-мажорная соната Шуберта, которая известна под таким названием, потому что ее издали спустя много лет после смерти Шуберта вот под таким названием соната из пяти частей. Но, по всей видимости, Шуберт такую сонату не писал, и это компиляция из частей, которые предназначались для разных сонат, и поэтому вот я в своем цикле исполнял части из этих сонат в виде собранных, свинченных, как из конструктора, двух разных сонат. Так что все запутано. В общем, можно сказать, что как минимум 21 есть соната, включая неоконченные. И есть еще две сонаты, которые называются сонаты, но они представляют собой крохотные огрызки, просто экспозиции сонатной формы, даже без разработки, поэтому их даже невозможно закончить, потому что нет разработки. И они просто известны, как такие вот огрызочки. Иногда их тоже играют. Ты понимаешь, почему я сейчас спросил, научи мне, пожалуйста, любить Шуберта. Дело в том, что я в своей жизни, вообще я играл сонаты Шуберта, у меня ученики играли. Я слушал ля-минорную, вот это вот, командорская вот эта. Ученики у меня играли, ну, допустим, ля-мажорную 120-го опуса. Но дело в том, что когда я играл сон, я вот вспоминаю, я мучился с чем. Вот, например, вторая часть. Фа-мажорная, да? Она настолько коротенькая. Она состоит из каких-то, состоит из коротеньких предложений, из коротеньких фраз. И я буквально впервые в жизни столкнулся с тем, что я не знаю, что с ней делать вообще, как ее развить. Она практически без развития получилась. Вот играешь, играешь, и ничего как бы не происходит. Ни кульминация никакой толком. В какой-то впал вот в непонимание, в какой-то ступор. Я не знаю. Вот многие сонаты, которые играешь ты, вот я так со стороны слушаю. Мне вот кажется, они, может быть, немножко какие-то скучноваты, какие-то они однообразны. И это связано с тем, что я не понимаю этого. Каким образом ты решаешь эту проблему? Или вот ты когда составлял цикл, ты же наверняка думал о том, в каком порядке ты их будешь играть, там какой-то, чтобы был контраст между ними. Что у тебя было, вообще какая у тебя была идея, словополагающая? Нет, фактически в шести концертах были только сонаты. И только в одном из концертов я еще добавил один экспромт, фаминорный первый из 142-го опуса. И это было единственной не сонатой в программе этих концертов. На бесы, разумеется, играл еще разные пьесы, мозгальные моменты, экспромты. Но в самих программах концертов, вот с одним исключением, были исключительно сонаты. Ну, вы знаете, подход у меня был довольно утилитарный. То есть, разумеется, цель у меня была представить все сонаты Шуберта. Причем с завершениями. Ну, вы это знаете, просто поскольку мы еще не говорили, я хочу сказать, что я их играл не просто так, а с дописанными теми частями, которые Шубертом были не окончены. Я брал завершения разных музыкантов, в том числе Пауле Бадур из Коды, например, или Мартино Теримо. Но кое-что даже сам дописал. Так что, в общем, было из чего выбирать. Так что вот моя цель была... Как понять, дописал? Досочинил, что ли, или что? Фактически, да. Потому что вот как раз я вот упоминал набор частей, которые составляют как бы пятичасную мимажорную сонату. И из этого конструктора я собирал две другие сонаты. Просто существует автограф Шуберта, где сохранился... Он не полный автограф, но на одном листочке сохранился самый кончик пятой части этой сонаты, пятичастной, которой Шубертом так, видимо, не предполагалось. Так вот, после пятой части, прямо на той же строчке, без пропуска миллиметра места, то он ставит скрипичный ключ, скрипичный басовый размер, ставит адажу и пишет еще одну часть. Вот. То есть, ну, не может же быть, что он еще шестичастную сонату написал. Это уже какое-то безумие. Так что, по всей видимости, то, что известно как пятая часть пятичастной мимажорной сонаты, это на самом деле первая часть сонатного цикла, после которого идет какая-то медленная часть. И вот эта медленная часть в этом автографе не до конца сохранилась. Там дальше лист утерян. Видимо, она была дописана до конца. Но лист утерян. И это представляет собой ронда небольшую. Так. Ронда мы все знаем. И там фактически была задача, после того, как второй эпизод проходит в новой тональности, там задача была довольно утилитарной с точки зрения композиции. От меня требовалось лишь найти способ смоделировать в основную тональность и провести снова первую тему в немножко измененном виде, чтобы завершить эту часть. То есть, в принципе, не нужно быть Моцартом, чтобы завершить такую часть. Ну, поэтому я смог это сделать. И сколько там тебе пришлось дописать материалу? Примерно на пару минут. Я не готов сказать, сколько это тактов, но это где-то полторы страницы. Обалдеть. И что вам сказать? Построение цикла. Ну, смотрите. Цикл состоит из шести концертов, и у Шуберта есть семь крупных сонат. Вот таких вот значительных, длинных сонат, которые как раз все более-менее знают. Три последние сонаты, соль-мажорные соната, еще несколько. Ну, их все знают. Поэтому очевидно, что в каждом из концертов должна была быть, по меньшей мере, одна из таких крупных сонат. А дальше уже надо было, как из мозаики, собирать программу концертов дальше, чтобы к сонате, которая, допустим, поставлена, большой сонате, которая поставлена в программу данного концерта, были подобраны какие-то еще сонаты, которые по размеру зачастую меньше, разумеется. Такие сонаты, которые неплохо компоновались бы. Ну, как, например, вы знаете, большая ля-мажорная соната, дочь 959, в ее финале используется тема, мелодия, которая также используется в медленной части маленькой ля-минорной сонаты, дочь 537. Поэтому, казалось бы, сам Бог велел поставить эту сонату тоже ля-минорную в программу этого же концерта. Ну, вот поэтому я находил какие-то такие, по возможности, мостики между сонатами и объединял их в программу концертов. Скажи, пожалуйста, вообще являешься первым исполнителем в мире? Вот если ты говоришь, что ты записал эти сонаты, если ты там что-то досочинил, ты их как-то скомпоновал, есть какие-то претенденты? До того? Смотрите. Все записи, не знаю. Ну, в целом, конечно, есть. Я думаю, что я, может быть, являюсь первым исполнителем в России, который сыграл вот такой вот цикл за всех сонат, со всеми завершениями всех частей. Но, например, есть такой киприотский или кипрский пианист Мартино Теримо, очень достойный пианист, который был редактором издания всех сонат Шуберта в Винаруртекст, это венское издательство. И в этом издании он тоже дописывал все части сонат до их завершения. И выступал. То есть известно, что он играл концерты со всеми сонатами. Или, например, Павел Падураскода тоже играл все сонаты со своими завершениями. Единственное, что вот та соната, которой я заканчивал одну из частей, вот эту часть, насколько мне известно, не дописывал вообще никто в мире. Видимо, я стал первым. Потому что, похоже, больше пока что никому не приходило в голову исполнять это в концерте. Вот сонату в таком виде, в котором я ее скомпоновал как из конструктора. Эта мысль, на самом деле, не моя, я ее нашел среди всяких статей разных умных музыковедов. Но вот эти музыковеды, они к этому, если и пришли, что вот, может быть, это могла быть соната Шибер, вот в такой компоновке. Но сыграть, похоже, еще никому не доводилось. Так что вот в целом сама идея реализовывалась уже в мире. Вот хотя бы теми двумя пианистами, что я называл. Но вот если говорить конкретно о каких-то вот отдельных частях или сонатах, в чем-то я могу быть первым, да. Слушай, а вот ты говоришь насчет музыковедов. Ты, разумеется, обращался к немецким источникам, где-нибудь в Вене сидел, в библиотеках, на языке оригинала. Правильно я говорю, да? Или... Слушай, я... У меня это вообще совершенно, абсолютно вот терра-инкогнито, совершенно неизведанная часть. Вот что такое шубертовская соната, какие-то источники, какие-то музыковеды. Вы знаете, сейчас, слава богу, можно даже находиться на карантине в самоизоляции, иметь доступ через интернет к всему богатству источников. То есть по большей части я все это находил через интернет. Есть масса всяких хранилищ, разных диссертаций в интернете, написанных по самым разным поводам, не только музыкальным, но в том числе музыкальным. Многие университеты выкладывают на своих сайтах диссертации, которые у них защищены, например. Это на английском, на немецком? Да, вот на английском и на немецком, да. И ты вот переводишь эти диссертации, там же сложный язык, это же не тот самый разговорный, который. Конечно, это научный, не разговорный язык, но все-таки это не художественная литература, это не Шекспир, поэтому вполне все можно понять. Да, да, да. Ну хорошо. Теперь у меня вот самый такой любопытный вопрос с точки зрения исполнения шубертовских сонат. Смотри, когда речь идет о цикле бетхомлинских сонат, разговаривали с Петром Лаулом, там сонаты, они все, конечно, известны. Они достаточно, они не такие метражные, как сонаты шубертов, они не такие длинные. Они очень контрастные, они очень яркие, у них очень выпуклый темат, у них очень хорошая фактура, у них понятен вообще вот этот симфонизм, тем самым, ну, то есть, настолько она уже знакома, эта музыка, и, собственно говоря, выстроить этот цикл, и вот так вот его слушать, воспринимать, не представлять какого-то особого труда, и... Шубертовские сонаты, мне кажется, вот ты, когда их играл, перед Томаном Винника стояла задача сделать так, чтобы они были интересными и слушательными. Ты вообще представлял, с чем ты выходишь на сцену, какую ты несешь задачу, какая у тебя цель, и как завоевать внимание слушателя? Смотрите, во-первых, как я уже оболзался, не абсолютно все сонаты Шуберта уж страшно длинные. Среди его сонат есть немало сонат, написанных довольно рано, в основном в 1817 году, там было, кажется, сразу шесть сонат написано, которые не очень длинные по размерам, частично они состоят даже из неполного набора частей, допустим, в сонате есть медленная часть, вернее, сонат на Олегре, медленная часть Минуэт, а финала даже и нету. И даже, по всей видимости, и не планировался, так что и такие случаи бывают. Так вот, вот эти ранние сонаты Шуберта, он в них зачастую еще искал свой стиль. И они даже не очень похожи на того Шуберта, которого мы в общем знаем, ну, в большинстве своем. Например, вот среди его ранних сонат есть сонаты, где он ищет стиль, явно опираясь на стиль, скажем, Россини или Гуммеля. То есть там есть откровенно какие-то подражания оперному стилю. Прямо вот Бельканту есть, вот медленная часть светлой сонаты, очень Белькантовая, очень даже с подражанием какой-то фактуре, допустим, Ноктюрна в Джона Фильда или Пенью птиц. И, то есть, во-первых, такие вещи, понятно, Шуберт очень отличается от обычного, привычного нам Шуберта, и поэтому это уже, вроде бы, как публике, не так скучно. Кроме того, вот такое вот разнообразие, следы его плоды, его поисков, какого-то нового стиля, видимо, разнообразие приемов, когда в одной части он пытается, вот, например, такой развести оперный Белькантов, в другой части он пытается подражать виртуозному стилю, например, того же Гуммеля, вот, это очень интересно, и это довольно разнообразно, мне кажется, с точки зрения слушателя тоже. Кроме того, когда играешь не просто одну пьесу в сборном концерте, и тут надо вот прямо сразу в этой пьесе выдать все, что ты можешь, и захватить, купить, так сказать, слушателя в зале, каждого. Когда играешь в концерт, в каком-то смысле это немножечко проще, потому что у тебя есть большая дистанция для, так сказать, разгона, и если ты, если вначале слушатель сидит просто по необходимости, потому что он пришел, а хлопать еще рано, но приходится сидеть, слушать. Ну да. То по мере продвижения программы концерта слушатель уже как-то привыкает, он уже входит в нужное мне, исполнителю, состояние, состояние какого-то вот, не то что медитации, но какого-то более такого внимательного вслушивания в эту музыку, поэтому в каком-то смысле играть в сольный концерт конечно же проще, в чем-то проще, в чем-то нет, сложнее, конечно, но в чем-то да, проще, чем отдельная пьеса в сборном концерте, и это вспомогает вот в моем проекте тоже, конечно. А как сделать божественную длину эту шубетуду выворимыми для слушателя? Ну, вы знаете, с одной стороны надо, конечно же, самому верить в красоту и гениальность этой музыки, и тогда есть шансы, что это... слушателю до этого дорасти, да, чтобы все-таки слушателю было подготовлено, правильно? Да, но есть шансы, что это передастся слушателю тоже в какой-то степени, вот твое отношение к этой музыке, но и кроме того, все-таки, если внимательно смотреть в ноты Шуберта, очень часто все-таки можно найти множество каких-то деталей, которые представляют собой музыкальные события, которые все-таки в достаточной степени насыщают вот эту музыку какими-то происшествиями, вот, да, музыкальными событиями. Очень часто это просто не такие события, как в Витховене, и в этом смысле я совершенно согласен с Петром Лаулом, что музыка Витховена бесконечно разнообразная, и в ней практически нигде невозможно скучать, потому что вообще фантазия Витховена, мне кажется, возможно, вообще не имеет себя равных. У Шуберта границы этой фантазии, возможно, более явные, чем у Витховена. Но вот внутри этих границ количество оттенков, количество разнообразных комбинаций этого калейдоскопа, которыми Шуберт одаряет нас в тексте своей музыки, совершенно тоже феерично, феноменально, поэтому, мне кажется, надо просто научиться видеть эти детали. Если их как-то обозначать в музыке, в своей игре, как-то намекать на них, давать их услышать публике, то есть шансы, что публике будет нескучно. Понятно. Скажи, пожалуйста, а вот я тебе задам вопрос вот так вот напрямую, вот как есть. Ты считаешь, что соната Шуберта все гениальны? Вот прям все 21 соната? Нет, я так не могу сказать. Или есть какие-то сонаты проходящие, которые тебе надо было для комплекта выучить, ну, так вот уж составить цикл, раз уж ты взялся за такую историю. Давайте скажем так, я не могу сказать, что прямо каждая из 21 сонаты Шуберта абсолютно гениальна. Есть совершенно несомненно гениальные вещи. Есть сонаты просто добротные, просто хорошие. И есть даже сонаты, скажем так, экспериментальные, где Шуберт что-то ищет, и это страшно интересно, но это явно вероятно. Не стало само по себе еще достижением в истории музыки. Но, вы знаете, если бы я был композитором, и мне бы удалось написать за свою карьеру одну такую сонату, как какая-нибудь такая негениальная соната Шуберта, я бы уже был счастлив. Поэтому, мне кажется, их все равно интересно слушать и интересно играть. А особенно в контексте вот такого цикла, когда играются все сонаты Шуберта, и именно, мне кажется, в соседстве с гениальными сонатами становится интереснее слушать другие сонаты Шуберта, потому что тогда становится как-то более объемным, более интересным его портрет в голове слушателя. Как ты считаешь, сонаты Шуберта, они вообще достойны того, чтобы из них делать цикл? Вот ты был первый, можно сказать, вот ты был как экспериментатор, впервые вынес. Вот если объективно посмотреть, вот этот цикл, он выдерживает вот этот интеграл сонатный с точки зрения исполнительский, с точки зрения слушабельный? Ну, знаете, если сравнивать с интегралом сонат Бетховена, который, кажется, Ганс фон Бюллов называл новым заветом пианистов. Да, или ветхим заветом, да-да-да-да. Ах, это Каал Гбаха, это, кажется, ветхий завет пианистов, если не ошибаюсь. Ну, знаете, я не могу, вот сравнивая с сонатами Бетховена, назвать сонаты Шуберта общееобязательной вещью, которая вот для среднестатистического пианиста была бы прям горячо рекомендуемой вещью. Мне кажется, вообще быть знакомым с музыкой Шуберта и играть какие-то сонаты, вот так бы, да, я, наверное, рекомендовал каждому пианисту, даже если... Я имел в виду вот именно интеграл всех сонат. А вот интеграл это, мне кажется, на любителя, и если уж есть какая-то прямо особая склонность к этой музыке на уровне ДНК. Ты его будешь повторять или записывать на цикл? Есть некоторые мысли у Московской консерватории по записи некоторых сонат из моего цикла, по крайней мере, для архива или, может быть, для издания компакт-дисков. Это, возможно, является никому неизвестным фактом, но Московская консерватория иногда издает компакт-диски, которые даже продаются в районе Большого зала консерватории. Нет, наверное, еще где-то, конечно, тоже продаются, но они не очень широко известны. Так вот, возможно, да, Московская консерватория запишет некоторые из сонат моего цикла, наиболее редкие, и я, в принципе, конечно, хотел бы записать все эти сонаты, вернуться к ним, записать, может быть, даже сделать какие-то собственные завершения, уже играть не завершения, допустим, Бадур и Скоды, а какие-то свои, не исключая, записать, возвращаться к ним, чтобы играть как цикл концертов, вы знаете, да, пожалуй, я бы с удовольствием, наверное, в таком случае не в малом зале консерватории, по крайней мере, в ближайшие годы, а в каком-нибудь другом зале, может быть, в другом городе, но да, я бы с удовольствием так сделал. Ты по нотам играл или наизусть все? Все наизусть. Все наизусть. Но они учатся, они несложно учатся, мне кажется, у них настолько прозрачная фактура и текст, что они не представляют такой какой-то. Вы знаете, да, конечно, если сравнивать с чем-нибудь первым болезом, например, да, конечно же, фактура Санэн Шиберта учится гораздо, гораздо, с меньшей затратой крови, но все-таки у Шиберта в его музыке есть множество ловушек, когда в тексте не происходит практически ничего, там практически все примерно одинаковое, но все время отличается. В одном такте такая завитушка, в другом такте всякая завитушка. Поначалу кажется, что в этих различиях нет никакой системы, потом система все-таки обнаруживается, поэтому кажется, что надо все-таки играть так, как написал автор. И вот на запоминание вот таких вот мелких различий, которые поначалу никак не залезают в голову, вот это сложно. Бывает. Не везде, но во многих сонатах. Ну, в принципе, для себя не составляет трудности выучить текст, достаточно молодой. Ну, я помню, что Петр Вал в последней письме с вами говорил, что ему легко учить текст произведений. Я про себя так не могу сказать, чтобы мне прямо было легко учить, но достаточно несложно. Да, пожалуй, так могу сказать. Ну, молодец. Расскажи, пожалуйста, еще, я знаю, что ты сейчас являешься педагогом Московской консерватории. Я знаю о том, что у тебя ученики прекрасные, они у тебя становятся лауреатами. Вот эта вот девочка, которая играла на последнем, она играла на конкурсе Чайковского. Анна Генюшина. Это сестра, по-моему, да, вот этого Лукаса? Это жена. Жена. Ой, слушай, они так похожи. Вот эта глазастенькая девочка такая симпатичная, вот это она, да? Она ученица моей мамы и по социалистству моя, потому что я, когда она училась, я был ассистентом мамы, поэтому она и моя тоже ученица. Ну, ты ее готовил к конкурсу, да? Прикладывал в руку, да. Сколько у тебя учеников, скажи, пожалуйста? В данный момент собственных пятеро. Плюс я еще немножечко помогаю маме с ее учениками. Немножечко. Ты у нее ассистируешь, да? Ну, как ассистент? Пожалуйста, как твое концертное действие проходит? Я знаю, что ты ежегодно играешь в малом зале. Вот за теми концертами, которые ты играешь, я слежу, я. Потом ты их выкладываешь в юбе. Помимо этого, ты куда-то гастрадируешь, куда-то ездишь, успеваешь, и у тебя все поглощает вот эта вот педагогическая деятельность. Что там еще? Случается. Выезжаю, действительно. Вот в последний вот который сезон, который так скоропостижно закончился из-за коронавируса в Москве, я не играл в малом зале консерватории, решил все-таки отдохнуть после шубертовского цикла концертов. Но вот, например, осенью, если опять же все состоится, я запланировал мое участие в фестивале имени Шопена в городе, кажется, Куретиба в Бразилии. Мне там, видимо, надо будет играть 24 этюда Шопена, третью сонату и еще вариации с оркестра на тему ручка с рули. Ясно. Ну, что еще я хотел спросить по поводу твоей ансамбль в деятельности. Вы с Петром, насколько мне известно, играете с Петром Лаулом. Вы часто встречаетесь. Что-то у вас предстоит в этом сезоне, в этом году, какие-то проекты совместные? Определенных планов на данный момент нет. Были некоторые разговоры, наметки, но сейчас, в первую очередь, как раз из-за коронавируса, все эти планы подвисли, поэтому сейчас ничего определенного на данный момент у нас с ним не запланировано, хотя, конечно, я с большим удовольствием всякий раз с ним играем. У нас уже сравнительно много программ переиграно в отопиадном дуэте, а также в четыре руки, и, в общем, это всякий раз большое удовольствие выступать с ним. Мы довольно разные с ним во многих наших реакциях на то, что происходит в музыке, но вот когда мы играем вместе, я надеюсь, что получается что-то большее, чем сумма нас по отдельности, что я надеюсь, что наша комбинация дает какой-то хороший музыкальный результат. Замечательно. Еще какой-то, кроме Шуберта, интеграл. Вот я с таким же вопросом обращался к Петру. Мы с ним даже начинали фантазировать, что можно играть из композиторов, вот так, чтобы привлечь внимание, чтобы это было интересно. Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, иногда я ловлю себя на том, что составляю себе какой-нибудь маленький списочек из, или не очень маленький, списочек из пьес, которые мне хотелось поиграть. И этот список крайне эклектичен, и Пёстер, и туда попадают самые разные вещи, самых разных композиторов. и, разумеется, компоновать их в какую-то одну программу было бы, вероятно, чистым безумием. Но это я просто хочу сказать, что мне до сих пор интересно играть разных композиторов, не только Шуберта, и даже не только интеграл. если говорить об интегралах, то, может быть, как раз вот второго из любимых моих композиторов Бранца, я бы не возражал, как как-нибудь поиграть. У меня в репертуаре сравнительно много его пьес уже есть, но все-таки еще там надо было бы выучить довольно много и других, конечно, его произведений, но мне кажется, это может быть интересно для публики тоже. Хотя, сейчас, разумеется, для публики сложно сказать, что интересно, если это не Шопен. Практика показывает, что если написано Шопен, то, скорее всего, публика придет на концерт, а если что-нибудь другое, то гарантия уже меньше. Поэтому сказать сложно, но вот если что-то воображать себе, то, наверное, в первую очередь Брамса было бы интересно сыграть интеграл. Скажи, а как у тебя обстоят отношения с современной музыкой? Вот то, что написано сложным языком, то, что мало играет, композиторы жалуют, что их не любят, их не ценят. Вы знаете, для меня это в большой степени язык иностранный. Я не могу сказать, что я с большой легкостью исполняю такую музыку, но мне это интересно. Я сейчас назову композиторов, которые уже давно классики и совсем не современной музыкой, но все-таки они считаются какой-то непонятной музыкой. Вот, например, Шенберг и Веберн. Я играю кое-какие их произведения и, в общем-то, играю с интересом. Мне кажется, даже с музыкальным удовольствием известным. Помнится, что даже после моего исполнения пьес, пяти пьес Шенберга, опус 23, Алексей Борисович Любимов, который гениальный исполнитель такой музыки, он, ну, как-то очень хорошо отзывался о моей игре. Ну, то есть, по крайней мере, с точки зрения знатока, видимо, это было неплохо, видимо. Да, мне бывает интересна такая музыка, которая как-то выходит за пределы известного и знакомого, привычного мне. Вот тот же Валентин Сильвестров, которого я сегодня упоминал, я, например, играю его вторую сонату. Мне это кажется очень интересной музыкой и совсем незаумной. И она, я ее играю по нотам, не наизусть. И мне кажется, эта музыка дает какой-то опыт слушателю, знаете, ну, это в конечном итоге это цель прихода на концерт слушателя, уйти с концерта с каким-то новым опытом в душе, вот что-то новое пережить. Ветя не таким, каким ты пришел на этот концерт. И в этом смысле соната Сильвестрова и вообще музыка Сильвестрова, она оставляет слушателю такой опыт. Поэтому я, это для меня, повторюсь, иностранный язык, я не так, не с такой легкостью понимаю современную музыку, как, например, Юрий Фаворин, который, это очень хороший пианист, тоже ученик Воскресенского, как и я, который совершенно гениально играет вот такую вот музыку. Он сразу, он просто понимает, о чем она написана, как мне кажется, прямо с ходу. Сразу. И это безумно интересно слушать, что бы он ни играл. Вот такого у меня современная музыка не происходит, но все-таки мне это иногда интересно, как минимум, некоторые произведения. И иногда, как мне кажется, это даже чуть-чуть передается слушателям. Вот я знаю еще одного пианиста. Ну, он, по-моему, работает так же у вас в Московской консерватории. Это Михаил Турпанов, который, он просто обожает играть эту музыку. Он в всех фестивалях, он какие-то показывает новые произведения, раскрывает, ты знаешь, и у меня ощущение, вот он это, он это искренне любит. Да, не сомневаюсь. Я знаком с ним, он очень хороший музыкант. И, да, я у него слышал некоторые такие очень современные произведения. И это действительно, он играет с такой убежденностью и с таким пониманием, с ясным ощущением того, что он знает, о чем эта музыка и что в ней надо делать, что это заражает слушателя, то есть, например, меня. поэтому, да, вот есть такие пианисты. Сережа, я с самого начала, да, спасибо, я с самого начала назвал тебя энциклопедистом, забыл спросить вот о чем. Ну, то, что играешь, исполнитель, то, что преподаватель. Кстати, насчет шуберта, ты же еще диссертацию наверняка пишешь по этой теме. Ты как-то обоглубился, что у тебя вообще будет тема твоей, видимо, будущей диссертации и какой-то научной работы. Возможно, это будет тема моей докторской диссертации. На данный момент я уже довольно давно пишу кандидатскую диссертацию, но по совершенно другой теме. Это связь эволюции фортепиано с эволюцией композиторского языка. К сожалению, мне далеко не везде удается привязать это именно к шуберту, поэтому вот приходится помимо шуберта заниматься еще и другими вещами. Еще вот о чем хотелось я спросить. Ты принимаешь участие в каких-то играх, вот типа что, где, когда, что это такое? Совершенно верно. Это вообще довольно даже весьма, я бы сказал, популярное времяпровождение сейчас в России и несколько раз в неделю в десятках мест в Москве да и вообще во многих городах России и не только России вот проходят такие игры, когда, допустим, в каком-нибудь ресторане или клубе собираются несколько десятков команд до шести человек в каждой. И этой команде ведущий зачитывает вопросы и дает минуту на обсуждение и на запись о том, на абсолютно что угодно приблизительно в рамках общечеловеческой эрудиции, поскольку все-таки эти вопросы рассчитаны на то, чтобы на ответ можно было догадаться, разбирая текст вопроса, а не просто потому, что ты, как Анатолий Вастерман, например, знаешь, в каком году киевская Динамо выиграла с каким счетом у какой команды. Таких знаний иметь необязательно, но да, что где когда, вообще любое что где когда, даже то, что мы знаем все по передачам в телевизоре, отличается от обычных викторин именно тем, что в викторине человек или знает какой-нибудь факт, и тогда он может ответить, или не знает, и тогда не может ответить. А что где когда, вопрос составлен так, чтобы в нем были какие-то намеки. Если уметь эти намеки, за эти намеки зацепиться, их раскручивать, то можно догадаться до ответа на вопрос, даже если ты, придя на игру, этого факта еще не знал. То есть они специально так составлены, и да, я играю практически каждую неделю в эту игру уже почти 8 лет, и мне это очень нравится, и для меня это очень хороший досуг. Слушай, а как идет подготовка к этим играм? Ты что-то читаешь, какую-то информацию, или просто разобиваешь свою логику, логические связи, потому что для меня это жутко интересно. Ведь это же не надо все знать буквально, вот прочитать справочник, энциклопедию какую-то. Тут надо какие-то, видимо, другие искать формы. Вы знаете, ну, какой-то опыт вообще, мышления о чем угодно, немножко, конечно, помогает. Помогать бывает даже смотреть игры по телевизору, что-то, когда, которые мы все знаем и любим, помогает. Бывает, помогает даже читать старые вопросы. В интернете существуют архивы вопросов, которые за много лет были сыграны в самых разных клубах что-то, когда по миру. Там десятки тысяч вопросов, их можно читать, потом можно посмотреть в ответ и пытаться таким образом тоже тренировать свои мозги. Это помогает. И ты находишь на это все время, да? На чтение вопросов очень-очень редко и, ну, обычно в транспорте, если я куда-то еду, вот у меня есть время на чтение подобных вещей. А так, в первую очередь, помогает просто опыт игры в эту игру. Больше, чем что-либо другое. Слушай, и что у вас за команда? Кроме себя, кто в ней участвует? В эту команду входит в данный момент примерно восемь человек. Из них музыкантов двое. Я еще одна девушка-флинтистка. Но мы с ней познакомились именно на что-ли-когда. И совершенно случайно оказалось, что мы оба музыканты. Кроме того, в команду еще входит моя жена. Она не музыкант. И просто еще друзья, с которыми мы познакомились на этой игре уже. Ага. И так вот, несколько лет у вас такой коллектив уже спаян. Да. Потрясающе. Сережа, тебе огромнейшее спасибо. Слушай, у нас так беседа незаметно прошла. Время так проскочило. Что бы ты мог пожелать всем тем людям, музыкантам после этого карантина? Какое-то напутствие. Потому что многие повесили носы. Многие как-то разочарованы, потеряли какие-то ориентиры. Впали в какую-то депрессию. Что-то ты можешь посоветовать? Как людей немножко взбодрить? Когда меня просят возбодрить людей, мне почему-то всегда кажется, что у меня получится ровно наоборот. Ввести вверх вверх людей в уныние. Что я могу сказать? Если продолжать как-то разговор о музыке, то, наверное, я мог бы сказать, что жизнь городка, искусство вечна, музыка все равно остается с нами. и, как говорил Рахманинов, музыки достаточно для жизни, но всей жизни недостаточно для музыки. Так вот, музыка все равно останется. Чтобы, как бы не выглядел наш мир после карантина, музыка все равно с нами, и ею можно заниматься, а не думать и ее слушать, даже если концертов станет меньше, даже если концертов каких-то вообще не будет. А записи все равно есть, а ноты все равно есть. Но вот, мне кажется, если полагать, собственно, средоточим наших интересов непременно встречу исполнителя с публикой в концерте, хотя, конечно, это, наверное, оптимальный вариант. Если все-таки средоточим наших интересов полагать вот именно патриотически выражаясь жизнь в музыке, общение с музыкой, какое-то размышление о ней и попытка погружения в нее не обязательно за счет прихода в концерты, то, мне кажется, все не так страшно, потому что музыка все равно остается на месте. Ну, спасибо тебе огромное, Сережа, и огромному здоровью. Я тебе желаю вообще творческих успехов. Я обязательно буду следить за всеми твоими записями, за всеми твоими концерты, потому что, еще раз хочу повторить, они меня приводят в какое-то состояние огромного восторга. Это игра, это замечательная игра, и вообще всего тебе в личной жизни желаю тебе самое лучшее, чтобы все у тебя было замечательно. Спасибо тебе огромное. Большое спасибо, вы тоже будете здоровы. До встречи. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok